Приходится два-три раза готовить на один. Так вот и живем. Людмила Ляльченко вот уже 14 дней, как оборудовала кухню у себя в огороде. Электричество отключили, а газа в доме никогда не было. Для шестилетнего сына еду готовит на костре. Старается выбирать продукты, которые в жару подольше не портятся. Свет отключили, вот мы так вот и живем. На костре готовим. Не покупаться, не кушать, не приготовить ничего. Вообще никаких условий. Вот так приготовил этот продукт, пропадают. Похожи условия и в остальных восьми квартирах. Люди говорят, что готовы платить за электричество, но сделать это просто не могут. Дом нигде в документах не значится, поэтому владельцам квартир лицевые счета не дают. Люди не могут даже заплатить штрафы до 6 тысяч кривен, которые им выписывали перед тем, как отключить свет. Получается, дом был ведомственный от ЖБИ. Платили раньше мы все на ЖБИ, потом ЖБИ развалился. Дом какое-то время вообще нигде. Мы ни справок не могли взять, ничего. Не можем найти концов. Наш дом висит просто в небесах. Не можем открыть, не заключить договор с РС, потому что нету права собственности. Естественно, ничего мы не можем сделать. Мы куда не тыкаемся, мощность мы не можем взять. Там не можем взять, потому что везде нету права собственности. Случай с домом номер 10 не единственный, говорит Макеевскому управлению коммунальной собственности. Сейчас переводят жилой фонд города пять двухэтажных домов по улице Набережная в поселке Криничная, многоэтажки Криничанского ремонтно-строительного завода и дома Щегловского ГРЭ. Перевести дом в собственность громады проблематично, но можно, говорят специалисты. Главное, чтобы была техническая и бухгалтерская документация. Хотя сразу уточняют, сами жители этого сделать не смогут. Понимаете, от людей принимать жилой фонд мы не имеем права. Имеем право, мы работаем только с юридическими лицами, то есть с предприятиями или с ликвидаторами, которые назначаются хозяйственным судом. Чиновники советуют жителям дома номер 10 по улице Колосняковской обратиться в суд, чтобы по его решению были пересмотрены условия ликвидации предприятия и восстановлена вся документация. Только после этого город сможет взять здание к себе на баланс, а электросети вернут свет квартиры горожан. Денис Тучный, Олег Коноваленко, Алексей Костюк, Панорама.